Здравствуйте. Меня зовут Калина Паргина. Сегодня я вам расскажу про кальций. У нас в задоме есть два кальция – триактивные кальции и жевательные кальции. Триактивно считается, что лучше для взрослых – жевательное больше покрутить детям. Почему сейчас мы это выясним? Зачем нужен вообще кальций в организме человека? Кальций играет важную роль практически во всех процессах организма. Существует более двух тысяч кальция-зависимых ферментов, которые не работают без кальция. При снижении кальция они тоже перестают, может быть, не перестают, но снижается их функция, снижается их работа. Кальция играет роль в благотворении, участвует в процессе свертывания крови, формирует скелет – это понятно. Передает нервные импульсы. Когда кальция снижается, поскольку это минерал, а у нас все импульсы работают на сорях, на минералах у нас снижается и прохождение нервных импульсов. Также поддерживает баланс организма на клеточном уровне. Тоже зависит низкий уровень кальция, снижается много разных элементов в организме. Обеспечивает прочность соединительной ткани. Недостаточность кальция, крупкость костей, вымывается из хрящей, вымывается из суставов, сразу сказывается на организме. Сразу человек чувствует и боль, и поскрипывание, и разные неприятные ощущения. Также сокращает и расслабляет мышцы. Опять это на уровне нейронов, на уровне сокращения мышц, просто не проходят сигналы, поэтому мышцы слабеют, не проходят сигналы. Поддерживает сердечный ритм. Сердце у нас мышечная ткань. Тоже без кальция никак. Поддерживает работу иммунной системы. Вот мы видим, что практически везде участвует кальций. В триактивном кальции содержится целый набор нужных элементов. Зачем это нужно? Сам кальций накапливается, содержится в костях, в зубах. Поэтому при его снижении, мы даже зачастую не замечаем, он вымывается именно из костей. Женщины предменопаузы все это знают. Снижение кальция сразу сказывается на способствовании стволопороза, постепения, как правильная стадия. Но это уже ягодки. В основном цветочки проходят незаметно. Кальций снижается в организме очень незаметно. И когда появляются какие-то симптомы, такие, как хрупкость волос, когтей, сухость кожи, такие внешние, внешние что-то нервные неуструючие, скогнитивные способности снижаются при недостатке кальция. Также недостаток кальция проявляется при аллергических реакциях. Почему сейчас в Европе сразу назначают кальций, если есть у ребенка или у человека. Аллергическая реакция – океальная астма. Это сразу специфические препараты и обязательно кальций. Потому что без кальция иммунитет будет приниматься и будет работать вся эта система. Поэтому если есть у кого-то аллергия, то сразу кальций. В нашем кальций реактивном еще содержится магний, который нормализует уровень кальция в крови. Без магния кальций будет не усваиваться. Снижается уровень магния, снижается уровень кальция. Все должно быть в определенной пропорции. У нас очень умный организм. Он сам устраивает нужный процент содержания в крови. Как только у нас падает какой-то из элементов кальция, либо перестает усваиваться, либо, например, если магний в крови подскакивает. Сейчас, кстати, очень многим у нас пожилым людям прописывают кардиомагнил. Знаете, что это препарат? Это магний. Говорят, что это для сердечной деятельности, для сердца, пожилого. Это очень нужно. Что делает кардиомагнил? Он в крови повышает уровень магния. Повышает уровень магния наш организм. Решает. Так, процент, соотношение у меня не правильное. Мне нужно где-то взять кальций. Где он берет кальций? Он берет их из кости. То есть на Западе этот препарат запрещен. У нас его почему-то продают и прописывают. Он способствует развитию костю пороза. Именно кардиомагнил. Потому что он резко повышает процентное соотношение магния в крови. Поэтому все хорошо в меру. Даже если с помощью питания будете повышать уровень кальция, у вас не будет этот уровень в той нужной пропорции, в том соотношении, которое нужно организму. Почему, если это вот продукты питания с кальцием, молоко, например, столько молока вы не любите. Это нужно литр молока в день выпивать. Да, не могу. Это много. У некоторых непереносимость лактозы. Кому-то это противопоказано. Ну и в молоке содержится много еще всего. Например, женщина, следящая за своим весом, жирное молоко не очень бери. Еще можно, правда, швейцарский сыр есть. Там наибольшее содержание кальция. Но швейцарский сыр не все могут себе позволить. К тому же ему нужно съесть 150 грамм. Это будет суточная норма. Тоже каждый день не каждый может себе позволить. Это дорого. Плюс это жирная еда. И, как ни странно, это тоже способствует развитию заболеваний, как атеросклеротические бляшки в крови. Потому что этот избыток кальция организм должен тоже куда-то девать. Одеть он его никуда не может. Либо он будет накапливать, это мочекаменная болезнь будет в почках накапливаться, либо как откладывать их на стенках сосудов. Итак, витамин D. Зачем нужен нам там витамин D в кальции? Без витамина D кальций не усваивается вообще. Если витамин D снижен, то будьте уверены, что кальций снижен тоже. Потому что кальций без витамина D не усваивается. Вообще ни в каком виде. Он просто пролетает. Даже если вы будете много пить, есть или пить БАДы, в неправильном соотношении, вы просто какой-то кальций возьмете, там нет витамина D. Снижение витамина D. Значит, кальций у вас в организме точно не хватает. Витамин K. Способствовать нормальной свертываемости крови необходим для строения костей. Это хитрый такой витамин. Он не дает кальцию откладываться на стенках сосудов. Он доставляет кальций в кости. Он как транспортер. Он помогает кальцию попасть туда, куда ему нужно. В зубы, в кости. Медь. Меди там небольшое количество, но тоже он как проводник железа для усваивания кальция. Марганец тоже способствует усваиваемому кальция. И без него тоже кальцию не будет трудновато. Признаки дефицита кальция. Но мы уже частично об этом не рассказала. Когда у вас появляются эти признаки, это значит, что кальций у вас уже давно слышал. Он не проявляется сразу. Когда идут уже серьезные нарушения, это уже давно и серьезно кальций не достает. Пополнить кальций сразу, пропив в месяц упаковку кальция, невозможно. Кальций вымывается настолько долго, и вы это не замечаете. И пополнить его можно. У кого-то это достаточно год, кому-то нужно и больше, чтобы пополнить именно этот запас кальция. Первые признаки – это снижение эластичности кожи, ухудшение состояния волос, дефекты эмали зубов и кальция – это тоже такие еще цветочки. Состояние напряженности и разгражительности. Когда не хватает кальция, мы помним, что нервная система страдает, и не хватает проходимости нейронов по мышечным связкам, по сосудам. Задействована абсолютно все. Нервы становятся не к черту, а разгражительность. То есть, как только вы почувствуете, что взрыв эмоций, еще что-то, это сразу на звоночки. Подумайте, насколько у вас сбалансирована диета, и не имеет ли смысл вам добавить кальций именно в каком-то виде вата. Желание съесть мелы звездку. Ну, это в основном у беременных там проявляется. Поэтому обычных людей я не видела, чтобы они съемли желание. И непроизвольная дрожь конечности. Это тоже мышечная слабость, опять же, недостаток кальция в мышцах. Снижение внимания и депрессия. Перепестает концентрация. Мало солей доходит до мозга, и нейроны плохо проходят. Поэтому снижается когнитивная способность. Нарушение сна головы окружения. То же самое. Плохое прохождение. Поэтому кружится голова. И опять же, может быть, сразу сердечная недостаточность. Тоже надо смотреть в связке. Бронхиальные смазки, спазмы, ларингоспазмы. Тоже недостаток кальция. Но там уже серьезное нарушение. Там нужно прям смотреть и пить такими максимальными дозами разрешенными. Кстати, вот максимальная доза для человека, для женщины 50+, это где-то 1200. Для нормального человека это 1000 единиц миллиграмм. Мужская норма тоже 1000. Для ребенка от 400 до 800 миллиграмм в сутки. Преждевременное старение как раз это обуславливается тем, что снижается эластичность кожи. Появляется сухость. Все проходит хуже, чем нужно. Не хватает микроэлементов для прохождения и усваивания остальных микроэлементов. То есть кальций, он настолько в связке с остальными, что если есть его нехватка, то половина других микроэлементов может не усваиваться. Поэтому идет такая цепная реакция. Что содержится у нас в реактивном кальции? Здесь принимается по три таблетки в день. Это 2400 миллиграммов. Какую дозу мы получаем кальция? Получаем 450. В одной таблетке это 450 миллиграммов кальция. Вы рассказываете, почему не 1000? Учитывайте, что вы еще добираете с продуктами. У вас есть в рационе все равно какие-то молочные продукты. Есть салаты. Орехи кто-то ест. Там тоже очень много кальция. Кишью, фисташки. Там много кальция можно пополнять. Сыры. Мы все любим. Все едим сыры. Поэтому оставшуюся тозу вы берете с продуктами питания. Опять же кофе с молоком наш прекрасный. Тоже все добирается. Здесь вот триактивный кальций, почему он подходит больше взрослым? Потому что, например, меди-марганец у нас уже в взрослом организме зачастую их не хватает. В детском организме еще какая-то норма есть. Например, мы говорим о среднестатистическом. Не берем патологии серьезные, когда там все специальные дозировки. Берем только норму или отрождение от средней нормы. Поэтому мы сейчас посмотрим. Марганец иметь в жевательном кальций. Там их нет. То есть ребенок это добирает из питания. У него есть свой запас. А все остальные элементы, такие как магний и витамин D, здесь рассчитаны в такой пропорции. Почему мы тут же говорим, что мы доверяем на 100% атоме? Мы уже даже не думаем, что там в реактивном кальции. Нам сказали надо. Мы идем и покупаем. Потому что мы уже знаем, что компания сделала для нас лучший продукт. И здесь как раз вы можете на цифрах посмотреть, что здесь соотношение наилучшее для того, чтобы эта пропорция кальция усвоилась. Здесь нет меньше чего-то или чего-то больше. Здесь столько, сколько нужно для усвоения кальция. Я здесь компания об этом подумала. Почему у нас называется триактивный кальций? В этом кальций содержится три вида кальция. Это водорослевый кальций, это выжимка из ламинарии, это идет цитрат кальция. Это один из легко усвояемых кальций. И сывороточный кальций или лактозный кальций, который близок к лазме крови. Он очень легко и быстро усваивается. Почему здесь три кальция? Они взаимодействуют и каждый усваивается на своем этапе. Каждый кальций должен усвоиться. Он как бы помогает каждому кальцию хорошо усвоиться. Идет тоже такая связка кальция. Здесь выбраны наиболее легко усвояемые виды кальция, которые организмом хорошо усваиваются и откладываются ни в сосуды, ни где-либо то еще. Организм их хорошо может расщепить и усвоить там, где ему нужно. Это жевательный кальций. Здесь лазировка чуть больше. 3 600 миллиграмм на 2 таблетки. Но содержание кальция здесь меньше, чем в предыдущем. Смотрите, здесь в три активных 450 грамм. Это 64% потребления нормы. А здесь 210. Здесь 30% всего лишь. В принципе, конечно, его можно употреблять и взрослым. Тут нет такого запрета, что вот только тот и все. Этот приятный на вкус. У него такой вкус бомбира. Ему, например, больше нравится. Но тогда нужно понимать, что вы увеличиваете дозировку. И увеличиваете вы ее до 4 таблеток в сутки. Эти таблеточки удобно рассасывать. Они вкусненькие, их любят дети. Вот употреблять, кстати, кальций лучше на ночь. Поскольку гормоны, которые вырабатываются для усвоения кальция, вырабатываются только ночью. Многие кальции, реактивный кальций мы можем принимать 3 раза в день. Утром, днем и вечером. Во время еды или после еды. Почему? К вечеру он накапливает свою концентрацию. Все равно последняя таблетка у нас идет вечером. Для того, чтобы переварить, расщепить и положить туда, куда нужно организму. Чтобы это не болталось где-то в сосудах, не откладывалось, а было там, где нужно. Жевательные кальции, если вы даете детям, то тоже маленьким деткам, которые смогут рассосать, не подавиться. Можно одну. С полумесяца, ой, с 6 месяцев. И до 12 лет это 2 таблетки. Рассасываются на ночь. Что еще про кальций можно рассказать? Вообще, кальций настолько универсальный продукт. И настолько сейчас много производителей, которые производят кальций. И он разный. И если вы начнете читать и вникать, в какой кальций как усваивается, вы увидите и поймете, что многие кальции, которые нам предлагаются на рынке, они не усваиваются в принципе. при том, как вам рекомендуют их пить тоже так же 3 раза в день, они просто полетают. Кстати, продукты, которые снижают усвоение кальция, даже если у вас, если она расстроена у вас в норме, не думайте, что у вас кальция, все в порядке. Пока вы пьете кальций, он будет у вас малым. Как только вы закончили кальций пить, он тоже у вас может упасть. Поэтому, практически половину населения нужно пить кальций. Подростки растут у них, кости растут. А может переизбыток? Переизбыток может. Но это нужно съесть очень много кальция. И есть его постоянно. Он выводится почками. Пить длительно. Но в основном это перенесбыток кальция, это уже патологические состояния. Когда организм почему-то складывает кальций. Почему-то он идет нарастание в почках, он начинает его откладывать, начинает откладывать сосуды. Это уже патология. То есть, если идет норма, если человек здоров, если у него идет нормальное употребление кальция, то передозировки не будет. Кстати, при переломах костей миф, что можно пропить кальций и перелом заживет быстрее. Переломы так не работают. Если есть внутренний запас у костей, то будет заживать быстро. Если нет, то можем только пропить кальций и чуть-чуть поддержать его. Но перелом быстрее не заживет. Как заложено организмом. Сколько у него есть ресурсов, он будет его использовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова